В этом политическом сезоне Как правило, считается, что новый сезон начинает Ну так, как-то так Ну вообще, хороший вопрос, потому что Сама логика Подготовки этой программы Она предполагала, что Подводить итоги можно по разным причинам Ну, во-первых, как я уже сказала, конец этого политического сезона Парламент на финишную прямую Да, у нас выходит Плюс, знаете, 9 лет исполнилось Как к власти пришли другие люди Кстати, да, 29 июля Да, абсолютно точно Поэтому, конечно, есть о чем говорить Но мы понимаем, что у нас в стране каждый день Происходят какие-то события Которые, на мой взгляд, нуждаются в вашем комментарии Не соскучишься Да, поэтому будем как-то миксовать Как-то все это смешивать Хорошо, предлагаю традиционно уже начать с темы внешней политики Вот вопрос очень важный С вашей точки зрения Где находится сейчас в сфере международных отношений Наша страна После политики демократов После последних заявлений представителей ЕС Да, по парламентской сессии Посольства США После шагов демократов в отношении России И если говорить совсем просто Игорь Николаевич, кто сегодня нам друг А кто, как принято говорить, партнер Я, во-первых, думаю, что самый большой недруг Недруг Я сказала мягче Для народа Республики Молдова Это нынешнее правительство И парламентское большинство Я думаю, что это хуже Чем кто-то из внешних партнеров Или недруга Потому что то, что они делали Я имею в виду не только То, что мы сейчас Потому что вы правильно отметили Я даже Мне как-то эта дата прошла так незаметно Девять лет Да Вот у нас девять лет в Молдове Так называемая проевропейская власть Мы хорошо помним вместе с вами Тот период И апрель 2009 И май 2009 Когда не было избрано Президентом И июль 29 июля 2009 Когда были выборы И люди сказали Давайте поменяем что-то Я помню тогда Я же был Участвовал в избирательной кампании Люди хотели изменений И люди честно надеялись Что вот придут Вот коммунисты уйдут Левые уйдут И придут кто-то другие Там проевропейцы, демократы И мы станем жить лучше Если сейчас спросить Любого гражданина Честно Если он скажет Даже если он там проевропейский Пророссийский Я думаю, что большинство За исключением тех Которые работают на партии власти Или находятся Или боятся Что потеряют рабочее место Потому что там так Если ты там не член партии демократической Если ты не шагаешь в ногу Со всеми То ты уже враг То я уверен, что подавляющее большинство Скажет, что ситуация изменилась К худшему Поэтому когда Сейчас я вернусь к внешней политике Поэтому когда мы будем Когда мы даем И хотим дать оценку Этому парламенту Этому правительству Ситуацию нужно смотреть В целом Нужно смотреть 2009-2018 год Потому что кто-то из них Я слышал Говорят Ну слушайте Мы у власти с 2016 года Вот только два года Дайте нам еще четыре И все будет хорошо Ребята, не так Вы у власти с 2009 года Или я когда слышу Других на площади Или вот недавно Какого-то депутата От либерал-демократической партии Давал оценку И мне там В каком-то интервью И они говорят Что вот мы в оппозиции Вот мы против этой власти Мы против там демократов Мы против социалистов Ребята, а 9 лет Кто был в власти? А кто ходил там С зеленым флагом Я либерал-демократ имею в виду А кто голубыми были там Либерал-флагами С либералами Партия либералов Демократическая партия Ну они были все эти годы в власти И вот эти 9 лет Кроме внутренней политики Мы сегодня об этом Я уверен, что поговорим Умудрились Это ребята Что сделать? За весь этот период Играя На эмоциях людей Которые хотели изменений Играя на то Что в тот год В 2009 году Проевропейски настроенных Граждан Республики Молдова Было около 70% Они сами себе поставили ярлык Проевропейский Они назвали свои партии Проевропейские И вот 9 лет Они вели Если говорить о внешней политике Про европейскую политику Но очень часто антироссийскую Нельзя проводить Про российскую Либо про европейскую Надо проводить Про молдавскую Вот они эти 9 лет Можно сказать честно Они упустили шанс Поменять ситуацию к лучшему У них впервые У них была такая поддержка Из-за рубежа Те же европейцы Американцы Закрывали глаза Давали деньги Миллиарды 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 Лей Который в конечном итоге Это миллиарды долларов И они это не использовали Что мы имеем на сегодняшнем этапе Все эти 9 лет Брюссель и Вашингтон На те же грабли наступал То есть они видели Что в 2010 К примеру Или в 2011 Была какая-то коррупция Там филат И так далее Они закрывали глаза Увидели в 2013 И там у нас Какая-то охота была царская Они закрывали глаза В 2014 Украли миллиард Из банков Они закрыли глаза Потому что Сукин сын Но наш И вот сейчас После 9 лет Они столкнулись С ситуацией Что Вот эти их Сукины дети Молдавские политики Которые себя называют Про европейцами Настолько обнаглели Что им до лампочки Что им говорят Брюссель и Вашингтон И в этом Если честно Есть и положительные черта Я не знаю Если до конца Европейцы Американцы Поняли Что происходит В Республике Молдов И если они осознали Что поддерживать Какую-то партию Неважно Она у власти И в оппозиции Только из-за того Что она там Говорит то Что тебе нравится И бомбит Сейчас желательно Говорит что-то антироссийское Да И бомбит Твоих геополитических Оппонентов То есть Если он антироссийский И проамериканский Значит это Наш человек Наш парень Его нужно поддерживать Любыми путями Я надеюсь Что европейцы Американцы После всего этого Осознали Хотя я не уверен Я не уверен Потому что Я общаюсь же с ними И с европейцами И с американцами Я пытаюсь Он говорит Ребята Смотрите Ширше На ситуацию Шире смотрите Потому что Вы на те же Крабли Наступали Наступаете И будете наступать Это такое Общее введение Если говорить Кто для нас Друг Кто для нас Теперь Вот в этой обстановке Партнеры Понимаете Я не хочу разделять Тех и тех Я знаю Что большинство Подавляющее Количество граждан Республики Молдова Они хотят дружить И с теми И с теми У нас очень часто Ставят вопрос В вопросах Или то или другое Или Ставят Ты за кого За Европу Или за Россию Но последнее время Когда мы делаем Наши внутренние опросы Я прошу своих Коллег Профессионалов Они ставят И третий вариант То есть Первый вариант Исключительно За европейскую интеграцию Второй вариант Исключительно За евразийскую интеграцию И дают Третий вариант А вы хотите Сохранить Безвизиный режим С Европой Хорошее отношение С Европой Но восстановить Все что было Хорошее Стратегическое Партнерство с Россией Странами Евразии И в этом случае 75-80% граждан Именно за это Поэтому В будущем Что мы должны сделать Политики Руководства стран Мы не должны Разделять их По этому принципу Самое простое Разделять Ты за русских Ты за американцев Разделил Дальше Никого не волнует Что он будет делать Для страны Что он будет С зарплатами С пенсиями И будет ходить Только по этим вещам Поэтому Начиная с прошлого года Я начал очень активно Противигать Одну четкую Ясную позицию Взвешенная Внешняя политика Мы обречены Дружить И с западом И с востоком Мы не хотим Дружить с кем-то Против кого-то Я не хочу Чтобы мы дружили С Америкой С Европой Против России Мы не можем Себе это позволить Но также Мы не хотим Чтобы разделить Поставить По пруту Границу Железную С Европейским Союзом Потому что Они наши соседи Мы с ними торгуем И едем без вес Нам нужно И с теми И с теми Но нужно обязательно Сбалансировать ситуацию Нужно возвращать Хороший диалог с Россией За последние полтора года Моя задача Была Сбалансировать ситуацию Поэтому я очень часто ездил И еще буду ездить В Россию Для того чтобы Улучшить ситуацию В эту сторону Потому что с европейцами Они встречаются Каждый день Но с Россией За полтора года Только благодаря президенту Ситуация немножко улучшилась Но есть еще очень много резервов Потому что правительство Не хочет работать В этом направлении Они не хотят Работать ни с правительством Ни по линии Не знаю Руководство парламента Мы же понимаем Группы дружбы Вот это все У нас не работает В одной фразе Вот ответ на ваш вопрос Я думаю Что для народа Друзья и те и те И они хотят Дружить и с теми И с теми Для правительства И парламента Мне кажется Что им все равно С кем дружить Им главное Чтобы добиться Своих внутрополитических целей Если им нужно Сегодня Называться Проевропейцами Они себя назовут Проевропейцами Если нужно будет Завтра назвать себя Про иранцами Или про там Израиль Или про там Китай Или про там Что-то Они себя назовут Так главное Чтобы удержаться У власти Это очень просто Цинично Но мне кажется Что они именно так действуют Знаете Я помню Ваш офлайн С журналистами Перед Новым годом Помните Приглашали нас Да И тогда Вы сказали Одну фразу Я ее очень хорошо запомнила Вы сказали так Демократы Непременно Сдадут Американцев Вот Учитывая То что происходит Да Вот это оно Они сначала Европейцев сдали Американцы Это на следующем этапе Вот так Хорошо У вас всегда И часть этих реформ Которые сейчас проходят Меня спрашивают Наверное у вас тоже Есть вопросы По этим реформам Что мы будем делать Да есть Только чуть позже И так далее Я думаю Что часть Я надеюсь Что часть этих реформ Охладят головы Кому-то И за океаном Тоже Не только европейцев Я очень надеюсь Ну После заявления Господина Канду Вчерашних Я не знаю Имеет ли это Право Надежда на жизнь Потому что он сказал Что все поторопились Никто ничего не прочел Но это другая Я другой Я вернусь А что Идем дальше По вопросам Договорились Непременно вернемся Вот Если мы говорим О внешней политике То я хотела бы Получить Насколько это возможно Ваш комментарий По одной важной теме Они говорят уже Достаточно долго Потому что она стала Настоящим событием Сезона Я говорю Встреча Путин-Трамп Вот смотрите После этой встречи У вас были ведь Контакты С российскими политиками У вас Я так думаю Тоже есть контакты С представителями Значит Американцев Да Вот есть у вас Какая-то информация Затрагивали ли они На этой встрече Молдову Если да То в каком контексте Даже если у меня Есть такая информация Я о ней не скажу Потому что это неправильно Мы все видели Публично Какие заявления были И одного президента И другого То что касается Оценок Я считаю Что это очень хороший сигнал Даже если У каждой страны Есть свой национальный интерес И оно правильно Всегда так И даже если Эти интересы Никак Не могут Как-то Сокаться Или иметь Общую позицию Да Это не означает Что не должен Был Должен быть Диалог Поэтому То что Две мировые Державы Встречаются Разговаривают Даже Если они Остаются На своих позициях То есть Они не находят Общего языка По каким-то вопросам Это хороший сигнал Это хорошее начало Я считаю Что Это может Сбалансировать Ситуацию В нашем регионе Потому что Вы знаете Публично Там говорили О разных регионах Мира Включая И об этом регионе Когда затрагивали Украину Но я уверен Что Когда мы говорим Об этом регионе Молдова Решение Приднестровской Проблемы И так далее Тоже Очень Очень Актуально И то Что первый контакт Пошел Это очень Хороший сигнал И то Что Трамп Я скажу Пару слов Хороших Про Трамп И то Что Трамп Несмотря ни на что На критику На то Что делает Внутри Против него Система Целая Пытается ее Поломать То что он делает Показывает Что Ну У человека Есть характер И он себе Поставил задачу И несмотря ни на что Идет вперед Я очень Надеюсь Что На определенном Этапе Не знаю На этом этапе Я думаю Что рановато Об этом Говорить Но на следующих Встречах На другом Этапе Все таки Большие державы Придут к тому Что им нужны Истории успеха В этом регионе И история успеха В этом регионе Самая Реальная И близкая К разрешению Это конечно Объединение Молдовы Решение Приднестровской Проблемы Да Под Приднестровский Вопрос Вы затронули Это был Мой следующий вопрос Я хочу вам напомнить Что на прошлой Нашей с вами Программе Вы сказали В отношении Приднестровья Две очень важных Вещи Вы сказали Что в 2018 Году Должны появиться Предпосылки Для урегулирования А в 2019 Возможности Кроме того прочего Вы Как вот сейчас Собственно говоря И повторили Что это решение Может стать Образцом Для решения Значит Конфликтов В других Точках Вы и сегодня Вот так на эти вещи Смотрите И по датам То есть вы Рассчитываете на то Что выборы Изменят расклад И это даст вам Возможность Приступить К серьезному решению Приднестровской Проблемы То что происходит В геополитическом Нерегиональном Геополитическом Плане Подтверждает Мои надежды Что 2018 Год Вторая половина Года Может быть Годом Когда появится Возможность Об этом Говорить Нет инструментов Еще Потому что Это зависит От других вещей Так вот Встреча Двух держав Так Новый Ответственный Спецпредставитель Путина По Молдове Не по Приднестровью По торгово-экономическому Хочу Еще раз Заострить внимание Последние десятилетия Как минимум Я не помню Что было там и раньше Надо проверить Всегда был Специальный Представитель Президента Российской Федерации По Приднестровью Да Впервые Специальный Представитель По Молдове Это четкий Ясный Сигнал Ну Россия Всегда говорила Что у нас Единое государство Это четкий Ясный Сигнал О политике Руководства Российской Федерации К этой Проблеме Так вот Все эти Элементы Публичные Есть и Очень много Непубличных О которых Мы не можем Говорить На данном этапе Потому что На каждой Встрече С Путиным Мы этот вопрос Всегда обсуждаем Встречи Бывают разные Официальные Рабочие Неофициальные И так далее Поэтому Как минимум Как минимум Исходя из того Что происходит На поверхности Можем говорить О том Что движение Конечно есть И оно Активнее Чем было Несколько лет назад Что произойдет В следующем году Это первая очередь Зависит от того Что будет Внутри страны Какова будет Внутриполитическая Расстановка После парламентских Выборов Если оно будет Промолдавское Потому что Последние 9 лет Не было Промолдавское Если не дай бог Сохранится то Что было Последние 9 лет Тогда у нас Ничего не изменится Ситуация Только будет Ухудшаться По всем направлениям И по этому направлению Тоже Если будет Промолдавское Большинство Я думаю Что промолдавское Большинство И правительство И с президентом Сможет найти Общий язык И с западом И с востоком Потому что Понимаете В чем задача Вот я говорил На какой-то передаче Моя задача Убедить Больших игроков Чтобы нас Поставили В свои повестки дня У них глобальный вопрос Где Молдова И где большие Глобальные Вопросы Мирового Значения Повестки дня Там Трампа Путина Ну Путин еще где-то Близко Если Америка Будет исходить Из политики По Молдову Из интересов Румынии Как это происходило Последнее время Потому что Последнее время Так было Румыния Рядом Как румыны скажут А мы знаем Румынию Как видите ситуацию По Молдову Мы очень хорошо знаем Они не видят Перспективы Независимости Этой страны Этого государства Поэтому Если Нам удастся А я всегда На всех встречах И там И в Европе И там Руководителю Администрации Президента Германии И с Макроном Сейчас мы общались Очень детально В Москве И будет следующая встреча Через пару месяцев С Макроном Уже договорились Уже как бы МИД Поставил вас А мы без МИДа Это сделаем Кстати Большинство встреч Которые мы планируем Сейчас Не происходит Без участия МИДа А зачем Терять время Зачем идти Если мы знаем Что они будут блокировать Мы исходим Из нашей повестки дня Так вот Если нам удастся В повестке дня Больших игроков Включить вопрос Молдовы С точки зрения Объединения страны Тогда мы добьемся Результаты А для этого Что нужно Во-первых Нужно их убедить А во-вторых Нужно Чтобы они понимали Что внутри Молдова Люди этого хотят Да Самое главное Что мы сами этого хотим А пока что На данном этапе Руководство Молдовы Я имею ввиду Правительство И парламент Этого не хотят Они боятся этого Я говорю Как есть Зачем демократам Либо правом Решать проблемы Приднестровска Чтобы еще 200 тысяч голосующих За Как они называются За российские Пророссийские силы Появились В легальном поле Молдовы Конечно Они будут упираться До последнего Они будут категорически против Будут использовать Любой вариант Любой вариант Для того Чтобы ничего не было Их это не интересует Политически не интересует Для них это Это как дать Право голоса 600 тысяч молдаванам Которые работают в России Они понимают Что если будут голосовать Хотя бы половина Граждан Республики Молдова Которые работают в России Это 300 тысяч Половина Это полностью меняет Расклад Молдови Это 20% Дополнительно голосующих К тем, которые выходят На выборы в Молдове В Молдове полтора миллиона Выходит Я вас слушаю И Сам с собой Тогда возникает вопрос Вы прекрасно понимаете Что решение Приднестровской проблемы Выгодно Только тем силам Которые 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 Причисляете Вы Тогда Закономерный вопрос Вот Последнее время Мы все ждем Документа От президентуры И вот На пресс-конференции Я читаю По итогам Вот такую фразу Президентура Разработала Собственную концепцию Регулирования И в ближайшее время Начнутся консультации Неформальные Ну вот Было сказано так Хорошо Я понимаю Что вы сейчас Скобок раскрывать Не станете Скажите пожалуйста Хотя бы Вот этот документ Который Я знаю Что над ним работают И даже знаю Что президентские советники Это люди весьма опытные Значит По этой проблеме Вот Он будет кардинально Отличаться От предыдущих Хотя бы так Ответьте А какие предыдущие Ну У нас было много Планов урегулирования В том числе Последние Это были При воронинских временах Нет У нас было Конец 90-х Так У нас было Начало 2000-х Потом у нас был 2003-й Козак Потом у нас был 2005-й 2005-й Ющенко Да Потом еще было Еще Еще Поэтому я говорю Спрашиваю От какого Отвылия другого Я заострю вопрос Игорь Николаевич Я заострю вопрос Что бы спросил Вас Ваш политический оппонент Он бы спросил Игорь Николаевич Вы по-прежнему О федерации думаете Или как Так Форма Как это будет Федеративное Государство Называться Или по-другому Это не мы решаем Но по сути Мы уже Являемся Определенной формой Федеративного Государства Когда у нас Появилась автономия Ну просто у нас Не называется У нас есть Гагаузская автономия У нас уже Есть внутри Автономный Регион Субъект Так И Когда мы говорим О федеративном Устройстве Государственности Именно федерацию Предлагали Не россияне первые Американцы Предлагали Много раз Просто сейчас Не модно Исходя из ситуации На Украине Вот федерация Хотя Когда задаешь вопрос Оппонентам Ребята А что такое федерация Вы знаете Что такое федерация А какие государства Федеративные Вот Германия Федеративная Плохо Нет Часто путают Федерацию С конфедерацией Вы знаете Масса вот таких Вот я вариантов Слышала Вот Россия Германия Канада И много Таких примеров Но мы сейчас Это не обсуждаем И это будет Неправильно Если мы начнем С того Как будет называться Для меня Без разницы Как оно будет называться Для меня важно Чтобы мы Объединили страну Чтобы мы решили Эту проблему И поверьте На первом этапе Будет очень много Разговоров Да Но потом Пойдут 3-4-5 лет Люди будут Жить вместе Это все Останется Прошлым Для меня Задача Все-таки Посмотреть Что внутри Как будет Действовать Функционировать Новое государство Это самое важное Что будет В компетенциях Приднестровского региона Что будет В компетенции Общие Вот задача Сейчас Из этого Весь сырбор Из этого Основные Вот противоречия В чем было На разных этапах Первое Что остается Какие у них Атрибуции Да Какие у них Права Полномочия У региона Вот это Первый вопрос И второй вопрос Как они будут Представлены В органах власти Вот Общего государства Вот эти два вопроса Они основные Мы сейчас Определили По нашему мнению 7-8 вопросов Которые Находятся В общей компетенции Общего государства И остальные Можно отдать На оригинальном уровне Это не проблема У нас сейчас Гагаузия Если говорить о Гагаузии Да Параллель маленькую У нас У них Свой парламент Народное собрание Гагаузии У них свой президент Который является И премьер-министром Это Башкан У них Свой гимн У них Есть Свой флаг У них Есть свои законы У них Серьезные Права Но к сожалению И у них есть Большая нелюбовь Центра Игорь Николаевич Поэтому И к сожалению То о чем договорились С Гагаузами В начале 90-х Когда мы были Тоже на грани войны И Кишинев обещал И прописал Вик закон Но не прописали В конституции В основных законах И когда мы договорились Все вместе Что мы Три года назад Начали работу Что мы сделаем Ревизию законодательства Включим во все законы Демократическая партия Что сказала Нам это не интересно Работали три года Согласовали все И дали задний ход Конечно Это плохой прецедент И это Приднестровцы берут И говорят О чем с вами разговаривать В Дугагаузам обещали Прошло более 20 лет А вы ничего не сделали Так и говорят А как с нами будет Поэтому Будут очень непростые переговоры Но С другой стороны У нас Какой выход из ситуации Какая альтернатива Какая альтернатива Для Для Приднестровья Вот они говорят Что мы будем Не будут независимыми В составе Российской Федерации И так далее Как лозунги Очень красиво Как желание людей Я знаю Много регионов Молдови Которые Проголосовали бы За то же Самое У нас есть на юге У нас есть на севере Я понимаю Мы знаем Я понимаю О каких регионах Мы были в этих Населенных пунктах Но нужно смотреть На реальность Единственный выход Единственный выход Для того Чтобы выйти из черной зоны Для пренестровцев Это конечно Создать общее государство С Молдова Другого варианта нет Конечно Политическим кругам Но они Определенные лозунги До сих пор Бросали Говорили Обещали людям И они не могут Дать задний ход Бизнесу там Некоторому Который остался Крупному Это тоже не интересно Поэтому они Надеются на то Что сохранятся Разные Вещи Которые были до сих пор Они очень на это надеются Но я им говорил Не раз Уважаемые друзья Время идет вперед Время идет вперед И то что было Еще 3-4 года назад Или то что было Год назад Больше не будет Давайте садиться Побыстрее За стол переговора Идти вперед Они тоже правы Они говорят У президента Нет полномочий Мы будем Говорить с вами Как только будет Другой расклад Парламент И правительство Давайте тогда поговорим А сейчас о чем говорить Правительство Не хочет никаких Объединений Решения проблем Вы хотите Но парламент Вас блокирует Я их понимаю Ну вот вы говорите В определенных кругах Говорят Почему в определенных кругах Вот на днях То же самое Сказал господин Красносельский С которым вы будете Встречаться В сентябре Так была Последняя информация Первая половина сентября Я так понимаю Что Особых прорывов Не вы не ждете Да Ну наверное и мы не ждем Мы понимаем Какая сегодня Не до парламентских выборов Конечно Вот все-таки Чего вы ждете От этой встречи Ну мы договорились С Вадимом Николаевичем Что мы раз в квартал Раз в 4-5 месяцев Будем встречаться Для того чтобы Посмотреть Что происходит На левом На правом берегу Обменяться мнениями Информацией Поэтому я думаю Что эта встреча Для того чтобы мы Прошлись по тем пунктам Которые были до сих пор Есть очень много Результатов Которые были Достигнуты За эти полтора года Посмотреть Что мы можем делать дальше Потому что дальше Если говорить Вот о тех Конкретных вещах До политического регулирования Они поднимают Они поднимают серьезные вопросы Экономические уже Их интересует Решение проблем Банковской системы Их интересуют Другие вопросы Но здесь Должны очень серьезно Проработать Эту ситуацию Специалисты Поэтому будем все это обсуждать И будем смотреть Как двигаться дальше Вопросы Позволить себе Некоторые вещи Которые не могут себе позволить Непопулярные политики Пользовались ли вы этим В полной мере А вы как считаете Я думаю Что пользовался Потому что Если бы Не было этой легитимности И не было бы поддержки Населения Народа То Я уверен Что когда я не соглашался С законами Которые я не подписывал Или не назначал министров Которые они были уверены Что Я должен был назначить То тогда бы Мои политические оппоненты Демократическая партия Плохотнюка Там Все Они бы пошли на импичмент Мы все это понимаем Поэтому Факт легитимности Конечно Дает уверенность Дает уверенность Высказывать четко Свою позицию Но нужно здесь Еще один момент Очень важный Чтобы мы затронули В связи с этим вопросом Прошло 18 месяцев Выбор парламентский Это будет определенный Робикон Президентского срока Сейчас говорю про президентский срок Да Эти два года Мои политические оппоненты Сделали все возможное Чтобы попытаться Меня выключить Как они это говорят Да Из внутренней политики Чтобы полномочия Все время Они сделали все возможное Для того чтобы Полностью Исключить президента Из внутренней политики Почему Потому что президент Не был согласен С тем что они делают Я не могу быть согласен И не буду согласен И эти полтора-два года До Робикона У меня два варианта было Либо Сосредоточиться на повестке дня Которые могу делать Да я буду предлагать Я знал что они будут блокировать И добиться Чтобы я дошел Вместе со своей партией К парламентским выборам Полную силу Либо второй вариант Сразу после президентских выборов Вывести народ Да Сделать революцию Да Зайти силой в парламент Правительство И так далее И добиться какого-то силового Свержения власти Типа 7 апреля и так далее Я это понимал Когда мы шли на президентский выбор Конечно мы все это понимали Хотя Я также был уверен Что мне оставить Те полномочия Которые были у президента У Тимофти был СИБ Да У Тимофти была возможность Блокировать министров И законов Который не был согласен И никому не пришло в голову Вот пойти так Как в случае с президентом Дадоном и так далее Но эти полтора-два года Я принял решение Не идти на силовые варианты Вы боялись дестабилизации Игорь Николаевич Вот некоторые говорят так Смотрите Вот это выглядит Со стороны ваших оппонентов Ну вот Дадон как стал президентом Так массовых каких-то протестов Не под его эгидой Не под эгидой социалистов Не было Другие говорят Нет вот президент же говорил Я боюсь дестабилизации Я боюсь провокации Подожди А может время не то Подожди Выводить людей на протесты И ходить хороводов Вокруг парламента С этими оппонентами С демократами Ничего не получится Вот эти которые ходят сейчас Зря ходят Они должны понимать Что здесь вариантов два Либо добиться победы На парламентских выборах И свергнуть эту власть А если они пойдут по беспределу Как пошло в Кишиневе Тогда просто ходить хороводами Ничего не получится Здесь либо пошел Жестко А в этом случае нужно понимать Что жестко против них Это не партия коммунистов 2009 год Когда вышли люди на протест Вошли в здание И коммунисты все сдали Эти не такие Они пойдут тоже жестко Обратно А просто ходить по хороводам Вот если бы я вывез людей За эти полтора года Мы бы ничего не добились И люди сказали Слушай Дадон Ты нас вывел Что дальше Поэтому когда выводишь людей Вот они хотят 26 августа Проводить протест Хорошо Вы выводите людей на протесты Для чего Для того чтобы Просто принять Какую-то резолюцию Да Мы тоже Собираемся На определенные протесты Осенью Об этом говорил Но мы не будем там Какие-то лозунги Мы выходим с четкой повесткой дня Ребята Мы должны обозначить Кто Наш оппонент Наш оппонент Все которые были 9 лет у власти Вот это мы хотим Чтобы люди поняли Что все которые были у власти Последние 9 лет Даже если они Друг против друга Сейчас Проводят какие-то протесты Они должны все уйти Кто альтернатива Люди должны себе задать вопрос Все эти были И Майсанду И Филат И Филипп И Канду И Плохотнюк И даже Вороник Который голосовал За правительство Габурича Они все были Эти 9 лет Участвовали Альтернатива какая Пусть сами отвечают на вопрос Другой альтернативы нет Чем партия социалистов Вот это И тогда мы говорим четко Мы не хотим Никого сейчас через Заходить в парламент В правительство Мы идем на парламентские выборы Против этих Тогда четко Ясно Понятно Но Я о другом Когда я начал Об этом говорить Я хотел другое сказать Вот Робикон есть Эти полтора-два года Из-за того Что заблокировали внутри Я занимался Я помогал людям И для себя Принятошение Чем мы будем заниматься Во-первых Не будем подписывать То с чем мы не согласны Пусть идут на импичмент Второе Мы предложим Все законопроекты То что я обещал людям Включая там По миллиарду И так далее И все законопроекты Все инициативы Которые я обещал Избирательная компания Были разработаны И предложены парламенту И люди пусть знают Что парламент Их не принял Но все эти законопроекты Остаются в повестке Я на осень Еще раз Их зарегистрирую Чтобы люди знали Проголосовал за Додона За социалистов Вот законопроекты уже есть И они будут проголосованы Следующим парламентом Это по внутренней политике То что я решил заниматься Я занимался И люди это видели Второе Я принял решение Очень серьезно Заниматься внешней политикой И когда они меня пытались Блокировать через МИД Чем-то Выходил напрямую И нам удалось С Россией решить Очень много проблем Нам удалось Возобновить Хороший диалог С Турцией С другими И так далее И здесь есть успехи И третье Я принял решение Быть ближе к людям Через благотворительность И вы знаете Десятки тысяч людей Которые получили помощь И через встречи Непосредственно С людьми в районах Никто из президентов До сих пор Столько не ездил По селам и районам Все Это правда Вот три блока Теперь вопрос очень простой А что будет после Робикона Вот пройдут парламентский выбор Заниматься дальше Только этой повесткой дня Но не заниматься внутренней политикой После прохождения Этого Робикона Я не смогу Я не Честно скажу Я пойду Уже другим путем Если после парламентских выборов Скажу так, чтобы вы поняли Если после парламентских выборов У нас не будет возможности Повлиять на внутреннюю политику То что У меня у президента Тогда у меня два варианта Первый Вывожу людей На площадь И всеми возможными Способами Мы делаем так Чтобы ситуацию поменять Не спрашивайте меня Всеми возможными Да, здесь просто ключевое слово Всеми Дальше Всеми Либо второй вариант Ставим вопрос ребром Президентская форма управления Этим ребятам Не согласны Тогда переходим Читайте пункт номер один И все А других вариантов Не может быть Потому что Если Партия власти Демократическая партия У которых Рейтинг сейчас 10-15% Сколько у них Ну сколько еще надавят Ну сколько еще надавят Если они думают Что они опять Нагнут левых и правых И соберут себе Опять комфортабельное Парламентское большинство И оно все будет Дольше Так же двигаться Как последние Полтора-два года То Президент Вы увидите Другого президента После выборов Вы увидите Другого президента Который будет на площади И мы будем Действовать совсем по-другому А других вариантов У меня нет Я не хочу остаться В истории государства Как президент Который были у нас уже Который никак не мог Повлиять на ситуацию Внутри страны Люди этого ждут Но это серьезное заявление Это очень серьезное Это очень серьезное заявление Просто я повторюсь Вот есть Робикон Помните ЦЗ пришел Робикон Вот есть Робикон Это парламентские выборы Если после парламентских выборов Из-за манипуляций Моих оппонентов У президента Вместе с пропрезидентской партией Не будет возможность Повлиять на внутреннюю политику То есть мы не будем В парламентском большинстве Или в правительстве Тогда мы пойдем Другим путем У нас Других вариантов нет Дожидаться окончания Мандата Еще полтора-два года Так же как были Первые полтора-два года Я не буду Это четко Ясно Что было всем понятно Всем понятно Я думаю сейчас Вот непонятно Только наверное Я попрошу вас Разъяснить сейчас В отношении выборов Какие-то вещи Начну с вашей же фразы Тогда Вы говорили о трех вариантах Помните совсем недавно После парламентских выборов Возможно три варианта Один из них Досрочные выборы По тексту Я вот посидела Подумала Ведь есть и четвертый В свете того Что вы сейчас говорите Это на самом деле Давайте представим Игорь Николаевич Такую ситуацию Вот все будет так Как хотели бы вы И будет коалиция Такая создана О которой мечтаете вы Я не хочу в коалицию Ну я имею ввиду В парламенте Я не верю в коалицию То есть вы считаете Что вы Ну если вот партии Не хватит Каких-то голосов Независимые будут Подставят Что называется Плечо Вопрос не об этом Ну вот Это когда вот Коалиция ваша А вот правые Под руководством ЕС И США Они сильно против И? Да Вот тогда возникает вопрос И Вот тогда здесь То что о чем вы говорите Что я не буду просто так Вот да Оставаться больше сторонним Наблюдателем Но вы же понимаете Что демократы Они будут представлять Сами себя У них может Может быть поддержка Потому что они не хотят Чтобы социалисты Взяли власть в стране То есть В свете вашего заявления Это будет большой тогда Конфликт Ну так получается Поэтому Мы Четко Говорим всем Что мы не против Кого-то И мы не за кого-то Геополитически Мы не против Европы Мы не против Америки Мы за сбалансированную Внешнюю политику И Ошибка Которая была Больших игроков На Украине Когда пытались Перетянуть Либо к себе Либо к другим И вот это условие Или-или Мне кажется Есть надежда Что большие Геополитические Игроки Не совершат Ту же ошибку По Молдове И из тех разговоров Которые у нас есть С западниками Мне кажется Они Всякий случай То О чем мы говорим Мы с ними Регулярно встречаемся И вы видели И в Кишиневе И в Кондрице Они были все у меня Никто из президентов Их туда не приглашал Всех вместе Мне кажется Они это понимают То есть Если вы имеете ввиду Что социалисты берут Большинство И Запад Здесь устроит Майдан Да Я думаю Что этого не будет Не будет Мы сможем договориться С Западом Мы сможем Объяснить Что слушайте Мы сохраняем С вами Те же отношения Мы никуда не идем Мы здесь остаемся Мы Молдове Никто никуда Эту страну не перетягивает Напротив Мы не будем Себе значок Европейский Ставить здесь Но мы будем делать Больше реформ Не для вас Не для Брюсселя Не для Вашингтона Мы будем делать Это для Республики Молдова Да Потому что Я повторюсь Что было 9 лет Это делалось для того Что-то внутри Чтобы давать отчет Европейцам Американцам Сейчас По-другому будет Мы это будем делать Для наших граждан Нашим гражданам Нужна реформа Там в образовании В медиа В прокуратуре Да В юстиции Кому это нужно Для того Чтобы Брюсселе Что-то показать Вот было Эти 8 лет Показывали что-то Брюсселе Принимали законы Которые не работали Но давали Брюсселе Брюсселе говорили Молодцы Приняли наш закон Ну приняли по прокуратуре Ваш закон И что Прокуратурой То же самое Тот же прокурор Вот кстати Про законы Конечно Я вас попрошу Мы об этом В начале программы Но чтобы закончить Ту тему Мне кажется Что сейчас И диалог другой Между Россией и Западом Да Чем то Что было Чуток раньше И то что мы видим Знаете Меня спрашивали Еще В феврале Январе Этого года Игорь Николаевич Вы видите Какое противостояние Запад-Россия Там после Вот этих Событий В Англии И так далее И так далее Почему вы думаете Что Запад Когда-то согласится Чтобы вот Друг Россия Как меня считают Победили В Республике Молдова Я тогда им говорил Ребята Закончатся Выборы У Владимира Владимировича Путина Закончится Чемпионат мира По футболу Вы увидите Что и Запад Со своей стороны И Россия Со своей стороны Будут искать Точки Компромиссов Вы видите Что происходит Последние недели И месяц И Запад Встречается И ездит И пытается договариваться И Россия Протягивает руку И это касается Не только встречи Трампа С Путиным За последние месяцы Все Большинство Крупных Европейских Лидеров Они побывали В Россию Для того Чтобы встретиться Поговорить с Путиным Как найти общий язык И Германия И Франция И Израиль Несмотря ни на что Я уже не говорю Про Турцию В эту сторону Турция И Иран И так далее Поэтому Сейчас Диалога Между Россией И Западом Другой уровень Чем было еще Год-два назад И это еще один Элемент Который может Поспособствовать Определенному Спокойствию В Молдове Если к власти Придут те Которых Последние Девять лет Запад поддерживал И мне кажется К этому Я знаю Слышал очень много И в европейских Кулуарах Говорят Слушайте А в чем проблема Пусть социалисты Приходят к власти Пусть приходят Социалисты К власти Хуже не будет Уже Во всяком случае Если были бы Социалисты У власти Выборы в Кишневе Вы бы точно Не аннулировали Это я вам обещаю Как было в этом случае Сняли бы Сняли бы С выборов На момент Избирательной кампании Из-за того Что нарушили А почему не сняли Вот знали Что нарушили Надо было снять В первом туре Так второго ждали Игорь Николаевич А чего дожидаться До конца Надо было тогда Поэтому Хуже Хуже Уже Для Так называемой Западной Политики Но в Молдове Уже не будет Ну и опять же Дата 24 февраля Как бы говорят Тут зимой Традиционно Левые у нас побеждают Вспоминаю 2001 год Было 25 февраля Ну каков результат Кстати Вот Вы про законы Начали говорить Меня не простят Если я сейчас Вас прямо Не попрошу По некоторым Высказаться И вопрос мой будет Вот сейчас К вам не как К президенту А как К экс-министру Экономики К человеку Который Понимает Что такое Либеральные реформы Потому что Сам проходил Через амнистию Капитала Налоговую Да Вот вы знаете Амнистию То есть Вы все это понимаете Мне интересна Ваша оценка Вот то Что приняли Сейчас демократы И которых Никто не понял Вот вы поняли Никто не видел Да И это тоже Давайте начнем С тобой Я закона Не видел Концептуально Я говорю сейчас Концептуально Оставляем политику В двух сторон Я продвигал То же самое И я предлагал Тогда Воронину Примерно То же самое По некоторым Реформам Которые он Не согласился Я имею ввиду По снижению На 5% Социальных налогов Мы сидели Тогда С Олегом Моисеевичем Очень долго И многие были И Кику И Вонгла Которые сейчас В Минфине Этими занимаемся И Пушкуца Серджио Которые сейчас Налоговые службы Вот у нас Было Вот такая Ядро Броншторминги Мы делали Мозговые Штормы Да И мы тогда Тоже предлагали Мы предлагали Снизить на 5% Социальные налоги Но мы ставили Условия Для тех Предприятий Которые Сохраняют Количество Рабочих мест Либо увеличивают И увеличивается Фонд заработной платы Чтобы не получилось Так что Они вот получают Сейчас минус 5% Да Но дополнительных Рабочих мест Не будет Они просто эти 5% От фонда заработной платы Которые сейчас Будут ниже налога Они просто себе На прибыль Куда-то выведут Мы это тоже Предлагали Но тогда Решили пойти По другому Другому пути Мы дали 0% Налог на прибыль Я бы дополнительно Вот ко всему Что они сделали Я бы поставил Еще налог на прибыль Ноль Чтобы люди Выводили деньги Из черной кассы Чтобы они показывали И это дал обуви Эффект И еще там Некоторые штрихов Но концептуально Я не могу быть Против этих реформ Потому что Я то же самое делал Я то же самое продвигал Конечно Есть детали Есть нюансы Поэтому Мне вот спрашивали На днях Кто-то Игорь Николаевич А что вы сделаете Промульгируете или нет Я говорю Ребята Во-первых Я не видел еще этих законов Они президентуру еще не пришли Но меня очень детально Интересует все Что там написано Поэтому будем смотреть Каждую запятую Что там Где риски Какие риски И так далее Поэтому с экономической точки зрения Я ответил на этот вопрос С политической точки зрения Потому что Есть экономика Есть еще политика С политической точки зрения Я уже говорил сегодня Я очень надеюсь Что на это парламентское большинство И правительство После этих законов Запад посмотрит по-другому Вы понимаете Что я имею в виду Да Мы говорили в начале об этом Нет Когда мы говорили по поводу Здесь есть нюанс Когда в 2007 году Мы принимали этот пакет Я Три или четыре недели Или две недели Уже не помню Находился в Соединенных Штатах Я проводил переговоры Вот имени Молдовы В качестве министра экономики По всем этим вопросам Досконально И по налогу на прибыль И по налогу на прибыль ноль И по налоговой амнистии И по легализации капитала Потом я ездил Если Манюэл Комитет по борьбе с отмыванием денег В Страсбурге Там еще неделю То есть общей сложности Где-то полтора-два месяца Мы вели переговоры По всем этим пакетам законов Мы вели С нашими Внешними партнерами Как-то принято сказать И тогда Международный валютный фонд Всемирный банк Все согласились Было непросто Потому что На окончании Третьей недели Переговора Они сказали Категорически нет Ну тогда Я вынул последние козыри Поставил их на стол Они сказали Дайте нам час Не буду говорить о каких козырях Они говорят Хорошо Согласны И мы тогда их приняли Не было критики международной И эффект был В 2007 году Я думаю приняли в 2008 году Рекордный уровень Прямых иностранных инвестиций В Республику Молдова Такого не было за 26 лет Вот всех И до и после 26 лет независимости Сейчас 27 Не было такого Большого приплыва Инвестиций Наплыва Прямых иностранных инвестиций Тогда было под миллиард долларов В прошлом году меньше 100 То есть 8-9 раз меньше Да Поэтому эффект был И от этих реформ Эффект тоже может быть Может быть Но меня интересуют детали Что там есть внутри Я вас поняла Вы скажите пожалуйста Про Эйр Молдова Предприятие Довели предприятие Вот да В чьих интересах Хотят продать Давайте так вопрос Остро поставлю Ну там разные Гусары были У руководства Гайдуки У руководства этой компании Которые просто ее банкротили Об этом все знали Последние 9 лет Об этом все знали Просто Эту компанию Отдавали на откуп По алгоритму Кому-то из членов Этих альянса По европейской интеграции Последние Издевались На Двер Молдовы От Элиберала И довести компанию Знаете Все борются Чтобы получить Какие-то Хорошие направления Для самолетов Везде прибыльные Ну за исключением Там некоторых случаев Но они прибыльные У нас все самолеты забиты На Москву И на Италию Которые Ну Судя по рейсам Да Но судя по их финансовому положению Там прям караул Что происходит Я думаю Что Все занимались Все оттуда Деньги выводили И сейчас пришли к ситуации Что денег нет Что кредитов там Под миллиард Да Что Не из чего делать ремонт Из-за этого Возникли большие проблемы С безопасностью И Не хочу никого пугать Но Не дай бог Я об этом говорил Еще в прошлом году Я же хотел собрать Высший совет безопасности По этому вопросу Правительство не согласилось Сказали Что это не компетенция президента Не дай бог Что-то произойдет Посмотрим Чья это компетенция будет Правительство И так далее Поэтому Они довели ситуацию Ир Молдова В течение этих 9 лет До банкротства Сейчас вариантов 2 3 Три варианта Первое Чтобы государство Нашло срочно деньги Чтобы вложило в эту компанию Для того Чтобы ее спасти То есть Там нужно Все эти долги Как-то покрыть Второй вариант Попытаться ее продать Но я не знаю Кто ее купит Даже по такой цене 2,3 миллиона А кто ее купит Когда миллиард долгов И непонятно В каком техническом состоянии Находятся эти судна И так далее Целых три самолета Либо Третий вариант Это Не знаю Сделать какое-то Частное государственное Предприятие Привлечь какого-то инвестора Вместе с государством Я Честно скажу Они в очень сложной ситуации Не знаю Как они выйдут Но продажи Это не выходы Ситуации Я не думаю Что кто-то купит По такой цене С такими долгами Хорошо Еще одно предприятие Молдова ГАЗ Игорь Николаевич Ждет новое руководство Я понимаю Что этот вопрос Не совсем к вам Я мягче формулирую Но тем не менее Вы же понимаете Что когда У нас такое назначение Какое-то более или менее Происходит Все что связано с Россией Тут же говорят Это Додон Да И сейчас скажут Поэтому вот Есть ли у вас Какая-то информация Значит назначение Здесь не должно быть Если так Ну как-то вот Как-то вам придется Да Это все объяснять Ну может быть Вот и есть такой вариант А что осталось До парламентских выборов Полгода Ну за эти Давайте начнем с того Это не компетенция президента Не мы решаем Я это пояснила Не мы решаем Кто там будет назначен И как Конечно Говорить о том Что мы об этом Не говорим Не обсуждаем С нашими коллегами Из России Это будет неправильно И нечестно Так У меня последняя встреча С Миллером Была в Санкт-Петербурге На экономическом форуме Я думаю Что в ближайшем Там осенью Будет еще встреча И конечно И этот вопрос На разных этапах Мы затрагивали Не знаю Что будет Правительство Должно кого-то Предложить Молдавская сторона Предлагает директора Российская сторона Соглашается или нет А все думают Игорь Николаевич Потом скажет россиянам Соглашаться им На эту кандидатуру Или нет Ну я не знаю Что говорят Но мне кажется Что Работала эта компания Последние Несколько месяцев Без директора Ну и До выборов Что осталось Это новый Креативный подход На самом деле Да А зачем Кого-то назначать Чтобы потом снимать Вот так вот Вот я Я задаю себе вопрос Знаете да Такой вариант тоже А зачем Кого-то сейчас Срочно назначать Потому что В любом случае После парламентских выборов Нужно очень многое менять Еще о выборах Будете ли вы Рассматривать Вот эти выборы В том числе И как некий Референдум Результатов В том числе Ваши работы Я думаю Что да Потому что Про президентская партия Социалистов Все понимают Что эта партия Ну пусть коллеги Не обижаются Там Додона Либо лидером Является неформальным Додон и так далее И конечно Как люди будут голосовать За партию социалистов Это означает И определенное доверие К президенту Но то что Уровень доверия Будет больше Чем на парламентских Выборах 2014 Это понятно Мы тогда получили 20 с чем-то процентов Я думаю Что будет Как минимум Два с половиной Раза Должно быть больше И по всем вопросам Это видно Но Здесь есть Новшество Которого не было до сих пор Это одномандатные округа Для нас это очень выгодно Я говорю Как есть Политически Это нам очень выгодно И наш оппонент Это понимает Что одномандатные округа И выборы в один тур Это дает Дополнительные шансы Для партии Которая имеет Наибольший рейтинг В республике Молдова По всем За исключением Двух или трех Мы сделали опрос Неделю назад За исключением Двух или трех Округов Может быть четыре Везде В остальных Мы идем на первое место Ну где-то у нас 70% Где-то у нас 60% Где-то у нас 40% Где-то у нас 30% Но в любом случае Первое место Что это означает? Это означает Что даже В округах Которые традиционно Голосуют за правых В центральных районах У нас есть реальные шансы Победить в этих округах А у правых Они не объединятся все Конечно Если бы все правые Объединились против нас Во втором туре То мы бы проиграли Ну честно сказать Мы же понимаем В этих округах На севере, на юге Мы бы не проиграли В городе Кишневе Мы бы не проиграли В городе Но так как один тур Это очень важно Я думаю, что у нас есть Очень хороший шанс Ну вот зато я точно знаю Как будут рассматривать Еще эти выборы Ваши оппоненты Это будет еще рассматриваться Как вопрос Вот доверия вам Со стороны Путина И России Будут Такая постановка вопроса Это для вас Это для нас Плюс или минус Вам не интересно Я вас спрашиваю Об этом Это для вас плюс Игорь Николаевич Или минус Я думаю, что поддержку России Нужно рассматривать Не с точки зрения Какой-то конкретной партии Или личности Нужно смотреть Что можно добиться И чего добились Для наших людей Если люди будут исходить Из того, что в несколько раз Выросла По показателям экспорт Некоторых товаров На российский рынок Оно так и есть И люди знают И у меня Народ очень Вот мы встречаемся С экономическими агентами Сельхозпроизводителя Они говорят Игорь Николаевич Убедите Путина Чтобы не смотрел На этих идиотов И не закрывал нам экспорт Но люди так не говорят Вот на улице Останавливаются И говорят Игорь Николаевич Убедите Убедите Потому что Если не дай бог Перекроете Из-за вот этого Правительства И парламента Тогда мы все банкроты Поэтому Если люди будут Исходить из этого Это сотни тысяч людей Которые Зависит От того Открыт или закрыт Российский рынок Это сотни тысяч людей В Молдове Если будут исходить Из того Что То у нас будет Официальная встреча С Владимиром Владимировичем В октябре Официальный мой визит И там будут Дополнительные договоренности Если они будут Исходить И поверят Тем договоренностям Которые у нас будут И мы объявим И люди скажут Да вот Вот есть это Это И вот мы можем Надеяться Еще на это Это После То конечно Я думаю Что люди будут Будут поддерживать Ну вот Вы Несколько раз Уже говорили Что Хороший политик Должен знать Не только Когда ему прийти Но главное Когда уйти Вот судя по вашим словам Вот у демократов Уже пришло время уйти Они думают по-другому Ну да Но я Даже если они думают По-другому Я не об этом Хочу спросить Понимаете Ведь уйти-то можно Тоже по-разному Никто же не ждет Что тихо По-английски Уйти можно громко В этой связи Вот такой вопрос Может быть Как-то из ваших Не знаю Каких-то вот Впечатлений Что вы чувствуете Вот если Как На что они способны Если им перекрыть кислород Я надеюсь Что они не пойдут По беспределу Я не сказал Что я уверен Что они не пойдут Я надеюсь Что они не пойдут Потому что В истории Вот такие люди Которые Удерживают полностью власть И взяли эту власть По-разному Ну давайте скажем честно Что партия демократов Это не единая Россия В России Это не партия Лукашенко В Беларуси В Беларуси Это не партия Орбана Даже в Вегре Это не партия Эрдогана В Турции За все эти партии Которые я вот Перечислил Это не партия Коммунистов В 2001 году За все эти партии Голосовал Народ массово То есть Они вышли И они более 50% Проголосовали За эту партию Демократическая партия Контролирует Полностью власть Молдови За исключением Института президента Другими способами Они просто собрали Себе по куску Разных И создали Вот такое большинство Обычно Вот те Которые собрали Так власть Просто так Не уходят Да Я о том же Вас в принципе Спросила Поймут или нет Это их решение И вопрос Не в том Что вот Кто-то мне говорил Владимир Николаевич А что вы Там вот Пытаясь кому-то Угрожать И так далее Проблема не в этом Проблема в том Что можно Вовремя Принять определенные Решения И не держаться Вот всеми Зубами Там И теми же методами И люди поймут Слушайте Вот есть Какая-то партнер Получила Вот сколько-то 10-15-20% Должны с кем-то Скооперироваться Либо уйти в оппозицию Потому что 9 лет были у власти Если пойду Другим путем Я думаю Что люди Знаете Мне кажется Людям уже надоело И мне кажется Что напряжение Оно даже больше Чем в 2016 В 2009 Да и в 2009 В 2009 Это же все закончилось В 2009 В 2009 У партии коммунистов Мы же были Я же был По спискам Мы же работали Мы реально Получили поддержку Большинство Граждан Республики Молдова Да Мы реально Получили 60 мандатов Там не было Никаких Кики-мики И даже При получении 16-60% Парламента 60% Парламента 60 мандатов Законно То в любом случае Нашлось 10-15% 20-30% Которые подняли Ситуацию И так далее А что произойдет Если Против Будет 30% Правых Еще 40% Левых Или 50% Левых Еще 40% Правых Если 80% А сейчас 80% Не согласны С этой властью 80% Против И антирейтинг 80-85% Возьмите Есть такие понятия А что произойдет Если вот эти 80-85% Опять поймут Что их Одурачили Не скажут Слушайте Надоело уже Вот опять Те которые Получают 10-15% Будут Там Мне кажется Что народ Просто выйдет И сметет Вот из того Что я чувствую Мы общаемся С людьми И так И так Это не касается Того Что мы кому-то Угрожаем Или нет Ситуация Так формируется Что если Неправильно Или если Попробует Опять Всех надавить И слева И справа Ситуация Взорвется И не важно Кто бросит Спичку Первый Бросит Правый Я имею ввиду Выведут Людей Наполе Левый Оно все Объединится Против Партии Власти Я вот Так вижу Ситуацию Игорь Николаевич Наша программа Называется Дело принципа Когда мы Анонс Производили Да Мы там Постарались В этом анонсе Вот какие-то вещи Которые принципиальные Для вас Да Вы там Какие-то вещи Говорили Да И вот Вы сказали Там В том числе Я сторонник того Что играть надо честно Я посмотрела По высказываниям Политиков О честности Знаете Какое самое интересное Мне показалось Высказывание Владимира Ильича Леина Он сказал так Честность в политике Есть результат силы Лицемерие Результат слабости Значит Вы тогда По вашим высказываниям Вы считаете Что вы сильный политик А лицемеры Это те Ко мы сейчас говорите Получается Они люди слабые Так Прав ли я Понимаете Честный всегда Честными всегда Нужно быть По отношению к народу Что я имею ввиду Мне Я недавно Давал интервью Какому-то российскому каналу Выйдет в сентябре И меня спросили А что самое страшное Предательство Я говорю Да Предательство Но Не только людей Вот предательство Политика Это когда он Предает свои Цели Принципы Вот дело Принципа у вас Да Вот есть определенный Принцип Вот честность К людьми Это означает Что вот ты пришел К власти Либо за тебя Люди идут Потому что ты вот За это Это То что я говорил Государственность Нейтралитет Наше православие Отношения с Россией Наша Многоэтничность Полиэтничность Вот это Пять принципов Вот если ты честный Политик В отношении к людей Люди идут Тобой Из-за этого Тогда Ты Имеешь поддержку И несмотря ни на что Если ты идешь По этим принципам Даже если ситуация Меняется У тебя там Меньше поддерживать Больше Но люди в любом случае Тебя поймут Поэтому И тогда ты сильный Даже если Даже если тебя Где-то пытаются Загнать в угол Вот как моя ситуация Я же эти пять принципов Не менял Я их не поменяю После парламентских выборов Вот мне говорили кто-то Что вот Вы пойдете с правами На колец Вот представьте себе Представьте только себе Такой случай Что Не дай бог Мы меняем Один из этих принципов То есть идем С теми Кто там За румынские Ценности Либо за ликвидацию Молдовы И так далее За НАТО Тогда мы Исчезаем Просто вас не поддержат Ваши избиратели А с точки зрения Что касается Там Политики Конечно Приходится Обыгрывать Своих политических Компонентов По-разному Кто-то говорил Черчилль говорил Что в политике Нету Постоянных партнеров Постоянных друзей И врагов Есть только интерес Вот есть постоянные ценности Вот я так скажу Есть постоянные ценности Есть постоянные принципы И как добиться Достичь этой цели Можно по-разному Можно выводить людей И пойти на революцию И зайти силой парламента В президентуру Как они сделали Да И они так же уйдут Если они правильно не поймут А можно бороться Последовательно Идти к этим целям Мне очень часто приводят Пример Вот в России Путин сразу там Хорошо ребята Но Владимир Владимирович Пришел к власти В президентской стране Российской Федерации Разные все-таки ситуации Да Не-не Секунду А он с внутренними Там Как они их назвали Олигархами Он начал заниматься Через 3-4 года Да При президентской стране При президентской стране Поэтому Нужно смотреть Чуть-чуть дальше У меня есть Определенный принцип И я иду К этим принципам Народ поймет Поддержит Тогда у нас будут Шансы добиться Этих принципов Если Народ по-другому Подумает Что-то не важно Эти принципы Тогда будет Другая ситуация Я готов Принять любой выбор Народа Но народа Людей А не те Которые пытаются Там Играть Другими инструментами Мне осталось Только пожелать Вам удачи И поблагодарить За то Что вы пришли Мы с вами Больше часа беседовали Но мне кажется Что Беседа получилась Интересна Некоторые вещи Вы действительно Сказали впервые И очень важные вещи Спасибо вам Спасибо большое Ну Чуть-чуть отдохните И с конца августа Начнется Новый политический сезон Очень непростой Затяжной Затяжной Выборы могут быть И 24 февраля Выборы могут быть И раньше Мы же От этих Оппонентов Можем ждать Любых сюрпризов Мы же все С вами понимаем Поэтому Сезон будет Непростым Но я думаю Что он будет Успешным Для республики Мадон Новый политический сезон И это самое главное Спасибо вам Вы смотрели программу Дело принца Пожелаю вам всего самого доброго До свидания